Здравствуйте всем, с вами Stalker. И пока месть, я ещё делаю передачу под прицелом, очередной выпуск. Я бы вам хотел показать на PSP 2008 игру Counter-Strike 1.6. Конечно, это кал, потому что, ну, как можно сделать на такой приставке старенькой такую игру? Я выгляду не старенькой самой приставочке, а самой версии. Ну, давайте всё-таки сейчас посмотрим, как оно всё-таки выглядит. Итак, меню. Дальше мы нажимаем и выбираем, какую всё-таки карту. Ну, выберем из этих. Ладно, любую карту мне, в принципе, всё равно. Вот сейчас идёт грузочка. Стрелять шифтом вот этим, ходить вот этими кнопками вперёд-назад. И выбирать. Так, сейчас. Сначала выбираем, за кем мы будем играть, за террористов, конечно же. И выбираем, кем. Ну, нет, в принципе, всё равно, кем играть. И теперь нажимаем эту кнопку. И, да, сначала нужно отойти вместо этой кнопки, кстати, двигаться, да. Лево-вправо. А, ходить, да, я забыл. Всё, теперь мы... Кстати, тут оружие можно покупать сколько хотите, пока время у вас не кончится. То есть, сделали это как-то по-бредому. То есть, оружие можно покупать сколько хочешь. Ну, выбираем. Видите, я покупаю оружие сколько хочу. И можно теперь его выбирать. Вот всё моё оружие, которое я купил. А, чтобы сделать ботов, тоже на эту кнопку нажимаем. И вот тут боты. За меня два. Раз, два, три. Ещё немного здесь иногда есть подвисание. Видите, как этот завис, допустим. Ну, это, конечно, такая карта у нас. Ну, бред, конечно. Игра. Если б даже можно было отослать в... Даже они меня не стреляют. Как-то непонятно. А не, вот всё-таки убили. Да, если б можно было в передачу, такая есть на ютубе, называется Хрень 2.0. Отослать. Да, вот эта кнопка, кстати, возродится. Так вот. Ям отдать, чтобы они показали в своей передаче эту игру. Топ они её так опустили, так сказали, что это калориана. Но этого нельзя. Потому что... Вот и билла. Потому что у них нет, они только покупают разные гаджеты и разные игрушки китайские. Итак, мы видим вот такая вот карта. Не, если честно, карта сделана хорошо, и оружие всё хорошо, но геймплей отстойный. Ну, я закачал хоть что-нибудь такое, чтобы на подобие КС-ки было похоже. Ну, в общем, вам всё понятно, что это за игра. Можно выходить. И напоследок покажу, сколько она весит, эта игра. Ну, в принципе, всё. Сейчас. Смотрим, сколько эта игра весит. Так, заходим снова в игры, пролистаем. И смотрим вот тут. Итак. Весит 85 мегабайт. Вот. Ну, в принципе, для такой игры нормально. Хотя можно было и поменьше, где-то 50. Ну, в общем, всё. С вами был Стокер. И только что я вам показал игру на PSP-3008 Counter-Strike 1.6. Ну, в общем, всё. Не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Заходите на мой лайв-канал. Тоже делайте то же самое. И ждите. Вскоре будет шоу под прицелом. В общем, всё. С вами был Стокер. Увидимся в следующем видео. Всем пока. А также, если вы делаете видео на YouTube, у вас есть пару десятков подписчиков, ну и видео, соответственно, но вы не зарабатываете на YouTube, то я знаю, как можно это сделать. Заходите под этой ссылкой, которую видите внизу, регистрируйтесь, и тогда вы будете зарабатывать с помощью YouTube. Это моя реферальная ссылка. Вы под ней регистрируетесь, и тогда я зарабатываю больше. Также у вас будет своя реферальная ссылка. Вы можете тоже про неё рассказать. И будете тоже зарабатывать больше. Так что давайте регистрируйтесь под этой ссылкой и зарабатывайте на сайте YouPartner.